19 сентября 2018 года мы вновь приехали по адресу московский проспект 53 один раз мы здесь уже были проводили рейд это где девушка долго спорила и в итоге полицейские приехали но ненадолго посмотрели не смогли определить что это за участок дороги выписали несколько определений уехали ну что здесь что было сделано для того чтобы вот такого здесь бардака не было а был порядок был написан несколько уже обращений гбд направили в свою очередь в администрацию предложения с включением в план работ установка знаков пешеходная зона и препятствий которые ограничивают движение машин по тротуару и парковку на на нем и было были встречи с шацких составе нам из начальником у гбдд шаталовом где тоже были определены ратными ряд мероприятий они сказали что на контроле все участки там порядка 20 в том числе и этот ну пока мы что-то сильно не замечаем что контролируют они потому что что здесь вот здесь машин 2 4 6 8 10 12 4 машин 20 что вот здесь вот вот этом участке машин 10 наверно в общем сложность машин 30 стоит на тротуаре вот но сейчас вызвали сотрудников гбдд время где-то около 12 часов и сейчас будем пытаться навести порядок здесь вот так все тут происходит все заставлено единственно почему-то от клумба перенесли вот эти клумбы перенесли зачем-то но они мало этот перенос помог чему потому что все так же вот и здесь вот то же самое вот где эти клумбы также он стоят транспортные средства но будем смотреть и пытаться навести здесь порядок как обычно московский проспект 53 добрый день водитель вы к сожалению заехали на тротуар не могли пожалуйста покинуть мой тротуар здесь находится ну покажите знак п пожалуйста парковка обозначать они незаконно стоят а посмотрите плитка бордюр все все элементы а я уже сказал у гбд на контроле этот участок находится поэтому а он сейчас на контроле все отъедьте да спасибо большое ребенок не нужен я его даже в кадр он не попал то есть вы развлекаетесь нет я я пытаюсь навести порядок пытаясь навести порядок чтобы здесь либо была пешеходная зона либо она была выделена относительно парковки и знак п установлен это мне нужно потому что мне так хочется потому что я смотрю все здесь нарушается правило дорожного движения конечно но и в этом и есть еще порядка 20 там тоже там тоже контроль и граждане меня алексей зовут а вас как как также лисе очень хорошо не забудьте пожалуйста пристегнуться когда будете покидать место правонарушения спасибо так вот водитель пристегивается послушал я надеюсь у вас очень много лайков будет посмотрите ради я не я не ради этого поверьте мне безразлично сколько будет его хорошо до свидания вот водитель послушал не успели мы к сожалению его вовремя остановить вот тем не менее адекватный водитель и покидает тротуар без проблем здравствуйте товарищ водитель вы пытаетесь заехать на тротуар я не знала я вам подсказал на владельца здания только что мы здесь арендуем не предоставляет никакой возможности деньги поэтому я абсолютно не против и все правильно делать что снимать поскорее бы чтобы вот это не руку спасибо надеемся спасибо за понимание потому что я с пониманием отношусь знаете как все я тоже не хочу остановиться негде ну понимаю вас но к сожалению на тротуаре тоже состояние запрещено на контроле у гибд находится администрации это этот участок и я думаю что здесь рано или поздно что-то изменится потому что на всех случаях ответ такие приходят что надо или знак пешеходной зоны установить или парковку разграничить от тротуара столбики да ну я думаю что в идеале здесь надо разграничить парковочное пространство и пешеходную зону столбиками или чем-то я думаю что это собственник должен с администрации решать эти проблемы ну работаем пока работаем пока над этим вопросом да здесь стоянка вдоль московского проспекта нигде не запрещена и дальше он там там знак убрали кстати по нашему обращению да все отлично так ставил 328 убрали можно ставить нет нет можно ставить смотрите ни одного знака нет пожалуйста да спасибо вам вот пока второй водитель адекват но он вот из москвы наверное из москвы знает владеет ситуации все правильно все все вежливо вот так и должно быть вот все правильно вот там ставьте проблем нет никаких пожалуйста кто запрещает вот там без вопросов там много без достаточно стой стороны ставьте смотрите сколько мест все свободны почему сюда именно лезут на тротуар пока непонятно но будем работать как золовой все в порядке не оставались алексей здоров нет сегодня алексей обосрался здоров смысл и можно задать работы или тренируйся что-то пришел сюда не зачем подошел цель какая-то у юбища стоит политик общественной не оскорбляйте свои не оскорбляйте за это предусмотрено ответственность алексей можно с вами поговорим не 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 уражайся скрывать не выражайся давай-давай дергай дергай давай ну рискни здоровье больше искать не камеру ну давай иди сюда чё-то уберу камеру давай ну давай уберу ну будешь подходить герой иди иди давай дергай отсюда нарушитель хулиган давай-давай да да вот ты ж матом ругаешься даже ты ж матом ругаешь зачем ты матом ругаешься вообще смесь зачем оскорбляешь человека те кто-то оскорблял лёг я тебе сказал мне с ними лучше не разговаривать ну давай давай муж со мной поговорим еще давай и с любым поговорим алексей расскажите мне пожалуйста вас задача пойдемте туда только извините а то там заедут ну не хотите не подходите равно подходите пообщаемся все до свидания подходите пообщаемся ну давайте без камеры пообщаемся давайте убираем ну чё вам страшно с камерой давайте телефон перед обращаться мне интересует просто задача как это задача навести порядок пусть уберете телефон ну убери в сторону в сторону вот туда снимай не не вот камера не да снимай ничего страшного не 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 Вместо того, чтобы каждому человеку, который водитель здесь, и который не может перепарковаться, вы бы подошли. Адмистрация, если вы хотите, активист. Давай, администрация. Ну что, да? Он снимает. А, не снимай, не снимай. Он снимает. А, ну, вон, вон, вон. А, не, 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 не снимай. Давай, давай. Я камеру устал. Да он герой только на словах. Да, что ты, на словах-то, давай. Ну, я камеру убрал. Ну, Тугиз же. Здесь въезда нет. Здесь незаконная парковка. Здесь нельзя парковаться вообще. Ну, Тугиз обозначен. Тугиз очень много ошибок. Там, в принципе, неправильно все. Так что, может, Тугиз не рассчитывать. Ну, понимаете, люди-то не виноваты в принципе, что здесь какая-то ошибка. Они же не знают. Вот вы снимаете, с какого целого? Понимаете, девушки, здесь пешеходная зона идет. Здесь паркуются автомобили. И здесь очень трудно ходить пешеходом. Здесь тротуар полностью. Здесь нету знака парковки. Здесь нету парковки вообще. Даже можете в кадастре посмотреть, сделать также запрос. И вам привез запрос. Вот. Для того, чтобы у вас была парковка, вам нужно обратиться в администрацию. Чтобы здесь сделали пешеходную зону. То есть лучше там побольше. Вот, пожалуйста. Сделали правильный заезд. Чтобы автомобили не мешали пешеходу. Понимаете? Понимаю. Вот. Все. И что теперь? Вот машины, которые вы сделали? Помогайте нам и все. Никаких вопросов. Вот еще один ревушитель. Уезжай. 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 будет. Добрый. А вы знаете, что вы на тротуар заехали. Ошибочно. Едите. Тротуар. Где? Ну, вот здесь, где вы стоите. Люди ходят. Плитка. Бордюры. Нет. А что здесь есть? Для транспорта. Да? А знак П есть тут? 64 для транспорта. Нет. Там. На дороге он должен стоять. Вот там на проезжей части. Такой знак Р, знаете на синем фоне. Белым. R на синем квадратике R, 64 знак Вот он должен быть, и разметка должна быть А ее нет А где? А что же новую не наносит? Власти плохо работают Ну как собственников А что собственников? Это земля муниципальная Причем собственник А у меня ответ есть Но правила такие, понимаете Мы с вами говорим, не важно что там Я сейчас говорю Есть допустим и ответы и собственников А есть правила дорожного движения Которые определяют, что такое тротуар Понимаете? Напомнить вам? Я в принципе не помню Помните, да? Вы может не помните, потому что все по-другому, по-разному называют Я на всякий случай напомню На будущее, просто чтобы Наша цель входит прежде всего в профилактику административных правонарушений И наведение порядка Чтобы здесь, может быть, и конструкцию сделали какую-то Или что-то еще сделали Но пешеходы не должны ходить там, где ездят автомобили И наоборот Они вот здесь ходят массово туда-сюда Постоянно, целый день Тротуар, это, соответственно, правилам дорожного движения Элемент дороги, примыкающей к проезжей части Либо отделенный от них От ней Газоном или велосипедной дорожкой Вот и все То есть, видите, другого же тротуара здесь нет Где люди выходят? Летать? Газона тоже здесь нет? Газона нет, но он примыкает к проезжей части в данном случае Что примыкает? Тротуар Там же в определении сказано В определении сказано, что тротуара каким-то Никаким, там нету такого Поэтому и вот эту площадку мы тоже к тротуару отнести не смогу Почему? Там нет ширины Вот площади возьмите Возьмите там разные Большие-большие пешеходные зоны Вот там все, тротуар Так что мы просто вас хотим в известность поставить Пристегните ремешок, пожалуйста И вы уезжать собрались Всего хорошего Спасибо Все, пропускай Я человеку поговорил Здрасте, какие вопросы? Что происходит здесь? А здесь тротуар находится Пешеходная зона Нельзя, в автомобиле А мы пешеходы Мог вас задавить А вы что интересуете? Здесь машина? Нет Нету, да? Если есть, просто перегоните, пожалуйста Сейчас эвакуатор приедет И полиция А, скажите, а документальный Это как-то зеленый? Да, у меня есть Да, покажете? Конечно Мы просто работаем, почему спрашиваем Конечно Для вас покажу Они приезжают на автомобилях Для вас Мне это очень важно Для вас лично покажу Вообще есть правила дорожных движений Но для вас покажу Ну понятно, что на тротуаре парковаться нельзя Это просто Здесь же есть разметка Разметки, но не просто так здесь Разметки тут нет И знак B тут А можно это сыграть? Конечно, пожалуйста Ну так все знают Это на контроле У ГИПД стоит Мы с Шаталом Общались недавно По этому вопросу Поэтому И не только с ним Вроде Собственник что-то делает Что-то делает Пытается, наверное, взять в аренду И что-то здесь будет выделять Пешеходную зону И парковку Как мне кажется Но пока В данном случае Это Спальная территория Превращенная Незаконно Парковочную Зону Так что Если есть у кого-то Здесь Автомобили Пока не приехали Полицейские Пока не приехали Эвакуатор Просьба Переставить Катастроф Смотрите, да? А, или читай? Я вот Я сфотографирую И читаю Да, читайте, пожалуйста Я считаю, что Земельный участок Волгающий Вдоль земельным участком С кадастровым номером А также Земельный участок Вдоль земельным участком С кадастровым номером Такой-то, глядя, с тротуаром То есть А размеры этого земельного участка Надо было Смотреть на кадастровой карте А я спрашивал вопрос Нет, нет Я просто Надо читать обращение Которое я спрашивал Я спрашивал Участок Земельный участок располагающий от здания по Московскому проспекту 53 до проезжей части по Московскому проспекту. Вот такое обращение было направлено. То есть весь этот участок является тротуаром. Ну потому что по-другому не может быть это правило дорожного движения. Для того, чтобы здесь была парковка, должен быть знак «П» и разметка. И тем более так ставить вообще нельзя транспортные средства. Можно ставить параллельно краю проезжей части в один ряд по правилам дорожного движения. Если бы это была вдруг парковка, была бы, предположим, то есть без разметки, вот так только можно ставить и без знаков соответствующих. А если способ постановки есть, способ разметка, тогда можно. То есть вот эта территория, получается, она не частная, она муниципальная? Она муниципальная, как и та. Вот там тоже на тротуаре парковка осуществляется. Вот на тротуаре, да? Не-не, на асфальтиру. Напротив «Эра» все нормально. Там знак убрали, 328, по нашему обращению. Ну, чтобы люди ставили там вдоль Московского проспекта. Он посередине висел, вот там 328. Ну, стоянка запрещена. Такой знак, знаете, перечеркнутый вот этот. Ну, сейчас там парковка разрешена? Сейчас там все, сейчас там могут. То есть они ее оформили официально? Они сделали уширение, карман. Формально тоже нарушает правила дорожного движения, потому что знак «П» должен быть. И способ постановки, информационная табличка. Ну, то есть вот так, знаете, перпендикулярно к краю проезжей части. Если ее нет, то надо ставить только параллельно. Формально нарушает. Вот там, они ставят вот так. Ну, перпендикулярно. Но мы с пониманием относимся, поэтому напишем предложение установить знак «П» со способом постановки. Я думаю, поставят его. А так можно вдоль Московского проспекта и с той, и с этой стороны ставить в один ряд проезжей части. Вот как вот эти машины. Ну, это считалось парковочной частью, это собственники здания должны выкупить от земли. Должны в аренду взять, сделать пешеходную зону, установить знак «П». Аренды нет, аренды нет. Нет аренды, конечно. Ну, видите, написано, что аренды нет. Занимаются, я же говорю, якобы по данным неофициальным ГИБДД, занимаются пока арендой. И мы хотим всего лишь, мы не хотим, чтобы здесь исчезла парковка, мы хотим, чтобы здесь было все как положено. То есть выделена и пешеходная зона, и парковочная. Вот и все. Потому что понимаем, что ширина позволяет ставить там 10, 15, 20 машин. У нас, наверное, по поводу пешеходной зоны согласны, потому что самому не приеду, а машина стоит, и все ходят, трутся. Обратите внимание, люди ходят, на велосипеды ездят, с колясками. Тут вон женщины стоят. Если бы была здесь еще какая-нибудь пешеходная зона, я бы тогда вообще не приставал бы к вам. Ну, скажем, выделенный тротуар там, да? Ну, там. Вопросов никаких не было бы. Вот как там, видите? Вот если бы так было бы хотя бы, но там надо тоже столбик посередине делать, или там невозможно проехать, я не знаю. Вот хотя бы так бы было сделано. Там тротуар выделен, рядом находится. Ну, там тоже на АКП надо ставить. Ну, в идеале посмотрите, вот как после реконструкции получилось, когда мы тоже проводили мероприятие, обращения писали. Это БЦ Октябрьский, бизнес-центр Октябрьский. 20-летний октября, 90-а. Вот там то же самое было, как здесь. А сейчас вот там, посмотрите, там сейчас все идеально. И пешеходная зона, и знаки пешеходной зоны стоят. И знак П стоит. То есть, абсолютно все по закону. Здесь то же самое должно быть. Так что, пожалуйста, если есть машины ваши, там, ваших друзей, там, коллег или кого, я не знаю, еще там, посетителей, как вы говорите, то мы можете пока переставить на проезжую часть. Ну, проезжая часть она тоже под знакомый, правильно? Нет, запрещена. Где знак остановки? Он начинается вот прям. От кольца стоит знак, остановка запрещена. Нет, там вот знак П прерывается, эта остановка запрещена. До знака П, да, нельзя, там знак П. А это знак П? Да, там знак П стоит. Раз по правилам до знака П, помню. А вот еще проезд, а вот еще проезд, смотрите. Это считается перекрестком. Это считается перекрестком, а что же это еще? Проезд. Выезд со двора, помню, считается. А это не со двора выезд. С чего вы взяли, что со двора выезд? Это частный сектор въезд. Ну, в смысле, это не название, это улица. А если это название улицы, то это считается перекрестком. Это название улицы. Название улицы вот это, да? И смотрите, он знаком П прерывается. Ну, я знаю, вот, я не знаю, может быть, сейчас что-то изменилось. Знак отменяет свои действия только до перекрестка. И еще знаком П он прерывается. Есть такой, да? Ну, знак П. Зачем тогда знак П ставить, если знак действует? Вот как вы думаете, вот знак П стоит, и до него знак... Ну, это потому, что он действует на карман, да? А в доле, проезжая часть, получается, что закрещено. Нет, нет, разрешено. Вот все эти автомобили ставят без нарушения правил дорожного движения. Вот эти все. Вот, вот эти все вот. Там специально даже знак 328 убрали. Вот там стоял, вот здесь вот, посередине эры, прямо на столбе. Ну, такой, знаете, вот черточка. Красный ободок, красная черточка и синий фон. 328 знак. Остановка, стоянка запрещена, этот знак называется. Вот его убрали. Ну, чтобы ставили здесь как раз люди. Вот и все. А там все, он не действует, знак. Здесь ставьте, пожалуйста. Тем более, вот проезд, смотрите, есть. Он отменяет действие даже того знака. Ну хорошо, а если так у тебя чисто логически, да, вот если вот взять этот центр, например, клуба, да, и поставить вот здесь, ну, выделить пешеходную... Пожалуйста, выделяйте. А кто запрещает? Только так, чтобы... Вот эта машина нормально стоит, а тут пусть ходят люди. Пожалуйста, так же можно? Конечно, можно. То есть вы претензии имеете к этому сейчас? Да, только надо поставить знак П и знак пешеходной зоны, чтобы люди понимали. И все, все это законно. Конечно, можно. Женщины даже это не говорили. Угу. Угу. Забросы, ответы. А тут много людей делали обращения. С колясками здесь ходить невозможно. Тут много делали людей обращения, да. Штуки непонятные, которые двигают туда-сюда. Все равно с колясками не пройти. Тут надо столбики ставить или какие-нибудь серьезные ограничители. Да, вот я согласен. Я поэтому, я говорю, принципиально здесь вот машину не ставлю, потому что я боюсь... Вот если где-то здесь свободно, у тебя поставили. Но я ее сейчас припарковал, ее там. Здесь нет свободных свободных. Я ее там припарковал. Молодец. Чтобы вы меня не засняли. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Лучше не надо, зачем? Так, вот здесь выезжает водитель. Не заметили. Не хочет разговаривать. Пойдите, пустите. Пристегнитесь, не забудьте. Так, уезжает. Не захотел общаться, уезжает. Пойдем, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А не подскажете на Московский проспект 53, как скоро приедут? В зависимости от оперативной обстановки, которая складывается в ООН. Не, понятно. Я говорю... Выполнят, возможно, полицию обязанностей. Будет направлен указанный вами адрес для принятия мега на москвы компетенции. Не, понятно. А сегодня, когда, во сколько приедут, можете уточнить? Что вам сказать? Ну, понятно. Можете уточнить, пожалуйста? Хорошо, уточню. Спасибо. А я подожду. Бизнес-центр. Рента, оказывается, тут находится. Сами, пожалуйста, сюда я расскажу, пообщаясь просто с девушкой. Здравствуйте, товарищ водитель. Подожди, подожди. Девушка, 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 девушка. Куда вы едете? Что вы делаете? Вот, на тротуаре стою. Ну что? Здравствуйте. На тротуар не надо, пожалуйста, заезжать. На тротуар не заезжай. Вы же уже... Я не вижу запрещающих знаков. Я же уже вам объяснял в прошлый раз. Я понимаю, но я вижу, есть разметка, есть съезд. Запрещающие знаки на тротуаре не ставятся никакие. Вот покажите хоть один тротуар с запрещающими знаками. Я не хочу с вами ругаться. Ну все. Абсолютно не собираюсь вниматься. Спасибо. Здесь есть разметка? Нету. Я руководствуюсь. Разметка. Есть разметка. Нету тут. Ну где? Ну где же она? Ну здрасте. Что-то мы невидим. Ну давайте. Знак П должен быть. Нету знака П. А я вижу. Почему у нас тогда в ТУГИС это как парковка? В ТУГИС я могу тоже написать все что угодно. Ну почему? Приехали ребята ДПС Никебина. Им показали, что это парковка. А они уехали. Какие проблемы? Да вот как это было неделю-две назад. Все. Нет. Они оформили определениями. Определения они оформили о возбуждении дела вне среднего правонарушения. И привлекли к ответственности потом людей. Потом. Ну хорошо. Я согласна насти ответственность в свои действия. Ну все. Но все равно впереди пешеход. Нельзя двигаться. Я никуда не смогу. Несите. Но впереди пешеход. Да. На пешеход-то нельзя ехать в любом случае. Все. Спасибо. На меня не надо наезжать, пожалуйста. Девушка, смотрите. Фиксируйте. Дороги парковать. Да. Вы вот здесь вдоль дороги. Вот паркуйте и все. Московский проспект. Переделить. Для разрыва. Для разрыва. Для разрыва. На тротуаре просто нельзя. Ну. Осторожнее. Зеркало не снесите. Ох, она тебя задавит точно. Ужас, ужас. Хочет задавить. Но вроде-вроде не собирается. Здесь место есть, да? Прям вот ставь. Вот. Все. Прям вот ставь. Нет, сюда надо заехать обязательно. В прошлый раз объяснял. Все поняла. Отъехала. Че спорить? Зачем это нужно? Вот место. Вот оно. Куда поехал? Сейчас оттуда может быть, да? А, вот. А, ну нормально. Там пусть ставит. Все, отлично. В чем проблемы? А как вы хотели порядок-то наводить? Как вы хотели? По-другому. Мирно что ли? Мир не получается. Встань, пожалуйста, сейчас объясню. Здрасте, уважаемый товарищ водитель. Вы пытаетесь заехать на тротуар. Вам туда нельзя, на машине. Вот место, ставьте, пожалуйста. А вы кто? А мы пешеходы. А кем мы должны быть? Я тоже пешеходы бываю. Я просто видите? Да, все иногда бывают пешеходы. Я не против, я же вообще не против. Ну, блин, вот этот тротуар, а вот этот я не знаю, что попозже. Где? Вот, бетоном залитым. Что это такое? Не знаю. Я тоже не знаю. Мне кажется, для погрузки-разгрузки, может, кто-то сделал. А может, какой-то негодяй незаконно залил. Это, я так сказать, все и было. Кто? Скорее всего, как он и был. Было так? Да, мне кажется, бордюра. Не, не было, а залили. А, залили негодяи, да. Ну, конечно, а что, похоже. Кто же так заливает? Вы посмотрите, сейчас я припаркуюсь, чтобы я там полотнею. А, ладно, хорошо. То есть, вы нам поручаете, да? Так, посмотрим. Плотно припаркуется. Нормально все, отлично. Встаньте, пожалуйста, перед ним сейчас. Вот, говорю. Здравствуйте, уважаемый товарищ водитель. Вы пытаетесь заехать на тротуар. Вам здесь на машине нельзя находиться. Извините, я... Все, оконно. Я просто таксист, не к дому. Понятно. Извините. Доль проезжей части ставьте, пожалуйста. Тут разрешено. Да, да, спасибо. До свидания. А это вы любители, если вы. Что вы говорите? А это вы любители. Любители или что ли? Да, конечно. А кто же еще? Не простой. Пешходы обычно такие, как люди. Я знаю такое, на самом деле. Вот я смотрю передачи по НТВ где-то была. На левом берегу. Левый берег. Лейский проспект, блин, забыл. Поворот на Альхово-Берегу. Это мы там. Вот. Блин, я тоже, я там раз живу, хожу часто. Ну, там реконструкция будет. Наконец-то. Я вообще не понимаю, зачем. Опять же, клумбы по 5 метров. Если парковки нет. Сделайте вы хотя бы тогда паркомат, я не знаю. Карманы. Так же и здесь. Там как раз и будут делать. Я тоже не пойму, почему там так сделали. Незаконно только сделают, как и здесь. Мы тоже за то, чтобы здесь была и парковка, и тротуар. Я просто сейчас думал в тот заехать, посмотрю здесь. И там тоже, там тоже тротуар. Тоже тротуар. Вдоль проезжей части ставьте, или уэры можно еще. Да мне вот из этого дома сейчас будет. Ну, а вот сзади, смотрите, место есть. Да вот впереди вроде есть. Аль, впереди, вон сзади машина есть. Давай, пожалуйста. Смотри, через тротуар. Здесь даже настоящий тротуар такой был. Нормальный, да? Видишь, как сделали? Почему-то залили бетоном. Да, залили бетоном почему-то. Ну, чтобы легче было. Да, вот водитель. А водитель, оказывается, живет на Ленинском проспекте и смотрит ролики и в курсе того, что там происходит. И сам говорит, что ходит пешком и против того. Здравствуйте, девушка. А вы знаете, что вы на тротуаре поставили мотоцикл? Что это? Снова парковка. Парковка, да? А знак П забыли поставить, да, для парковки власти? Да, почему здесь? Незаконно. Не знаю. Нам охранник разрешил здесь. Да охранник, кто он такой? Он же не сотрудник ГИБДД. Вы так каждого охранника спрашиваете, да? Который на улице ходит, можно здесь ставить или нет? Они же не регулируют движение, согласны охранники. Ну, по правилам дороже движение, тротуар. Вы сейчас уезжайте, да? Уезжайте. На будущее, пожалуйста, не ставьте сюда, ладно? Мотоцикл, хорошо? Потому что это тротуар. Видите, люди ходят. И для того, чтобы можно ставить, должна быть разметка и знак П должен быть. Такой, знаете, Р на квадрате. Ну, если да. Просто иногда люди смотрят так возмущенно. Знак П. Ну, все, спасибо. Это тоже нельзя сказать? Да, это тоже тротуар, смотрите. Вот там Дэнтикс тоже включается, нельзя. Вот здесь, вдоль дороги ставьте. На той стороне можно. Знак установки запрещены. Где? А он отменяет, вон тем переулочкам, вон переулок, посмотрите, обратите внимание, проезд в частный сектор. Отменяет. Это не приведающий? Нет, нет, нет. Это проезд в частный сектор. Хорошо. И вот здесь знак убрали специально по нашему вращению. 3,28 тоже висел. Хорошо. Да, спасибо. А охранников больше на больше не спрашивайте, ищите знак П. Вот и все. Вот как отличить можно. А иначе, если нет, ну вы сами знаете, параллельно краю, проезжей части в один ряд. Все. Мотоциклистка адекватно уезжает. Ну, насчет вот этой цепи, Московский проспект 53, сделаем запрос, трос даже какой-то, да? Трос альпиниста. Тоже надо сделать запрос будет и уточнить, законно ли они перекрывают. Но это запрос. Вдруг это их территория. Потому что здесь как-то вот непонятно, она даже вот по этой части идет. Хулиганов? Да, они все сегодня добрые какие-то. Сегодня нет хулиганов почти. Они знают просто уже. Драться не кидаются? Ну да, там уже не кидаются. Они понимают, наверное, что тротуар все-таки. Люди-то у нас в основном-то нормальные водители. Быдло-то это там 1-2%. Приятно слышать, спасибо. Потому что, ну, видите, вы же адекватные, все такие, как вы практически. Поэтому так. Так, водитель покидает место административного правонарушения. Вот оно, съехал. Туда мы, понятно, не успеваем туда-сюда ходить. Ну, куда будем успевать. Там мы будем делать замечания, пока сотрудники не приедут. Так, а вот сотрудники ГИБДД приехали, наконец-то. Ну, все это достаточно быстро. Часа два, наверное, мы здесь всего находимся. С проблесковыми маячками заехали, все в порядке, пристегнуты. Оба. Второй не пристегнут, что-то. Где ремень? А, все, вижу, вижу. Все четко. Все четко, не заметил просто. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Старший инспектор ДПС. Как, извините, не рассыл. Старший инспектор ДПС. А, имя что? Александр Викторович. Александр Викторович. Вы приехали, да, по нашему обращению. Нам сообщил директор, что вы хотите оставить обращение. Вы только предупредить должны, когда снимаете 64-й приказ. Да, мы уже оставили обращение. Вот здесь стоянка массовая на тротуаре происходит, транспортных средств. Просим вас отреагировать, принять меры, вызвать эвакуаторы и, так сказать, убрать нарушителей отсюда. Ну, давайте начнем с того, как это определено, что здесь тротуар. А что здесь? Сейчас, подождите. Что здесь вам кажется? А мне кажется, здесь парковочное место. А про близковые маячки зачем включили? Потому что здесь он заехал. А знак П есть тут, инспектор? Здесь на тротуаре нет. Не заметили случайно? Нету, да? Да, ну и знаков нет, никаких других. А какие знаки на тротуарах ставятся? Может, подскажете? Я просто смотрю. А, смотрю. Пока просто осматрю. А, понял, понял. А я думал, вы уже сделали вывод. Понятно. Знак П отсутствует. У меня есть ответ официальный, что здесь тротуар. Разбирался Шацких в этом вопросе, Астанин уже неоднократно. Написаны обращения ими в администрацию, в управление дорожного хозяйства, в управление транспорта. Я был на приеме просто недавно у Шатала, у Шацких и у Астанина. Астанский в отпуск уже как месяц? Ну, он наш не живет полно. А как, личного? Нет, личного нет. Ну, пожалуйста, обратитесь тому. Саратов-107, Саратов-108. Давайте так, по стопу первому. Вы официальное заявление сейчас оставлять будете писать? Я вам оставил официально уже. Я оставил дежурную часть официально дважды. Дежурная часть это, наверное, позов по стопу. Если вы звонили в ДПС, отдельный батальон, ДПС, телефонный режим, они как бы взаимодействие не принимают. Они, обращение ваше принимают. Обращение, да. Ну, все, достаточное. Звонили. Но так как у нас не территориальный отдел полиции, у нас нет никаких сообщений о преступлении. Есть рабочий тетрадь, например. Я уже просто записан, отменку ставил. И это никак не... Инспектор, отреагируйте, пожалуйста. Нарушите. Право, дорожное движение. Подскажите, чтобы не заезжал. У меня даже ответ с собой, что это тротуар есть администрация. А? А вы сейчас сами не можете отличить? Вам ответ нужно обязательно. Не можете, да? А люди где ходят? Нет, тротуар я вижу. Бордюр. А заезд для погрузки и разгрузки могут быть. Не отделен. А он должен быть отделен. Тротуар? Да. Вы обещали показать. Вот ошибаетесь. Древний был. Вот ошибаетесь. Уточните, у Останина этот СНИП уже утратил свою силу. Грозостроительство СНИП называется, с 89-го года. Сначала была выпущена актуализированная версия СНИПа СП 12-го года, где исчезло 15 сантиметров. И сейчас, с 16-го года действует, тоже нет 15 сантиметров. А этот утратил свою силу уже с образованием этих СПС. Вот правило называется. Поэтому и 15 сантиметров эти действовали только после 89-го года, до 2009-го, до 2012-го года. На вновь проектируемые тротуары. А этот может сделан быть в 70-х годах. Ну и тротуар это элемент проезжей части. Примыкающий. Примыкающий проезжей части. Либо отделен газоном, либо велосипедная дорожка от них. Вот и все. Ну а вы видите, что здесь? Знак П нет, разметки нет. Он прилегает вплотную проезжей части, отделен забором. Да, конечно, я покажу обязательно. То есть инспекторам нужна бумага. Сейчас я документ покажу обязательно. Так они почему-то не могут. А мне сказал шаг, что вводим рамки, что наличные приемы и шоцепь, что здесь не было. Но проблем не будет. Но опять возникает вопрос. Могут определить на тенейку, что уже не стало. А вы можете поднимать? Абрамов? Да, садись. Могутный 36, но 24. Объект, что-то важный. Только хотел спросить, где номер назначен. Я уже пока... А вот тротуар первая, а потом уже... По нарастающей. Зачем же инспектор тогда проблесковый маячок включить? Да вы выключите проблесковый. Что вы с ним-то... Не хочет. Не хочет, да? Я не знаю. Можешь выключить, а потом мы напишем обращение. Да и все. Что-то, раз здесь не тротуар. Какие проблемы? Парковка же. Будете принимать меры, да, какие-нибудь? Пока. Надо бы желательно, как бы... Ну, я так подозреваю сюда эвакуатор. И, наверное, как-то работать по этим. А там вот что, секретные материалы? Не буду, хорошо. Выполняю ваши требования. Но если он незаконный, буду обжаловать. Хорошо. Так. Ну, инспекторы, бумага есть. Возят бумагу теперь. Так, что-то советуется. Почему проблесковый включили? Непонятно пока. Не мог получить ответ. Пока официального ответа нет. Говорят, пишите запрос, почему мы включили проблесковый. Можем через месяц вам ответить. Интересно. Так, будет заявление? Зачем? Я уже вам обращение устное. Нет. Если будете, то вы. Я вам устное направлю, а вы в соответствии с приказом колокольца напишите. Подождите. Давайте запишем тоже. Только предупредите. Да, потому что... 664 приказ. Да, да, да. Будете записывать, да? Да. По вашему обращению заявление будет письма написать? Подумаем. Подумаем. Что, надо мгновенно ответить? Ну, когда вы ответите? Я отвечу в течение сегодняшнего дня. Все, спасибо большое. Товарищ инспектор, вы будете выполнять законные требования гражданина и принимать меры? Конечно. Отлично. Все. А зачем это надо было записывать? Разве это не мое право писать или не писать заявление? Это же не обязанность моя, правильно? Зачем надо это записывать? Все непонятно. Прямо будьте или не будете. Для чего это все делалось вот так вот на камеру? Разве это не мое право писать или не писать? Вы же свободны с наездом. Понятно. В демократии. Все правильно. Все верно. А что сейчас, какие мероприятия принимает все инспектор? Эвакуатор все. А, спасибо, спасибо. Понятно. Отлично. Так. Ну, в общем, после некоторых разбирательств, съемки на камер, просьба написать заявление инспектора вроде бы связывается с эвакуатором. Я, конечно, не слышу, но он сказал, что вроде бы звонит кто-то. Ну, посмотрим. Но проблесковые не хотят выключать. Непонятно. Вообще-то, если не нарушают правила дорожного движения, то можно же, правильно? Да. И даже инспекторам, да? То есть необязательно. Необязательно. А они почему-то не выключают. Даже попросил я их, они говорят, ну, что-то не хочется. Замечательно. Спасибо. Спасибо.